10,5 тысяч самарцев остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии. 48 жилых домов, два детских сада и школы отключены из-за прорыва трубы на улице Старозагора. ЧП произошло еще накануне вечером, а последствия устраняют уже почти сутки. Что пошло не так, разбирался Кирилл Козин. Прорыв произошел вечером 21 декабря в районе дома номер 241 по улице Старозагора. Поврежденной оказалась труба с горячей водой диаметром 350 миллиметров. В итоге без горячей воды и тепла осталось 48 домов. Это примерно 10,5 тысяч жителей Самары, а также два детских сада и школы. На место в тот же день выехала ремонтная бригада. Изначально планировалось ликвидировать прорыв к 5 утра следующего дня, затем уже к 12. В час экс-трубы горячими не стали. Жители всех окрестных домов вынуждены спасаться обогревателями и теплой одеждой. Среди них и Светлана Сотникова. Электроприборы не выключает ни на минуту. Так как здесь дети, обогреватель включен на максимуме и всегда как бы в рабочем состоянии, потому что ночью они замерзнут, конечно, здесь. Если в жилых комнатах еще терпимо, то на кухню доступ детям запрещен. На нее обогревателей не хватило. Температура здесь далеко ниже ГОСТовской. Двухкомнатная квартира, два обогревателя. Иначе стало, конечно, холодно, если в одной комнате включать. На кухне обогревателя нет, на кухне очень холодно. Температура на кухне не понимает свыше 13 градусов. По последней информации, ремонтные работы закончатся уже к концу дня. Поврежденный участок трубы уже демонтирован, ставится новый. Сейчас в самом разгаре сварочные работы. Причину столь долгой ликвидации аварии нам объяснили следующим образом. Работы осложнялись тем, что в данном месте проходит множество других коммуникаций. И, соответственно, это несколько затянуло работу по ликвидации. Но в ближайшее время, в течение до конца дня, мы планируем все эти работы закончить. И, соответственно, подключить всех потребителей по штатной схеме. Поврежденный участок заменят на новый, отвечающий всем современным стандартам. А вот виновника аварии отправят на экспертизу. Предварительная и наиболее вероятная версия энергетиков труба не выдержала сильных морозов. Кирилл Козин, Алена Алешина, Александр Каракулько, Александр Дудко. Новости губернии.